Всем привет! Я думаю, что каждый из нас сталкивался с тем, что изначально телефон работал хорошо, нормально, быстро, без всяких заминок. Но потом, спустя несколько месяцев, вы замечаете, что где-то идут подлагивания, где-то медленно запускаются приложения, которые вы наустанавливали. Может сам интерфейс подглючивать. Иногда бывает такое, что вы играли в какую-то игру, онлайн-игру, к примеру. Она раньше не тормозила, а сейчас лагает и тормозит. И точно так же может быть абсолютно с любым приложением, например, YouTube, если вы смотрите, он тормозит, либо еще какое-то приложение. Чтобы решить такую проблему, на самом деле есть много вариантов. И вот один из них, это перепроверить настройки Google Play. Я думаю, что многие из вас пользуются Google Play, ну, скачиваете оттуда игры, приложения, кто-то платные, кто-то бесплатные. Это, конечно же, удобно. Вот. И всеми вот этими приложениями мы пользуемся. Но, как раз-таки, вот это приложение основное, Google Play, из которого скачиваются все вот эти программы, оно отвечает и контролирует практически каждое остальное приложение. Если вы здесь ничего не настраивали, по умолчанию, к сожалению, есть определенные настройки, которые работают не на пользу вам, ну, не на пользу телефона. Помимо того, что здесь затраивается ваша конфиденциальность, также и разряжается батарея, ну, и телефон может тормозить и тупить. Сейчас вам все расскажу и покажу. Поддержите это видео лайком, подпишитесь на канал и поделитесь с друзьями. Итак, самое первое. Заходим на Google Play и, смотрите, заходим на свой аккаунт или на свою аватарку. Обычно с правой стороны она находится. И здесь находите персонализация в приложении Google Play. Вот такой значок, смотрите, ищите у себя, заходите и вот здесь, если вы ничего ранее не настраивали, здесь у вас полностью все будет активно. Первая настройка – персонализация и история Google Play. Включить историю приложений и веб-поиска для персонализации в Google Play. То есть постоянный мониторинг за тем, что вы делаете, что вы скачиваете. Плюс, если вы пользуетесь Google Chrome, то вот это приложение, оно взаимодействует и запоминает также все веб-адреса, на которые вы заходите. В общем, отключайте вот это. Дальше. Данные, сохраненные сервисом Google Play. Мы сохраняем информацию о ваших действиях в Google Play и используем их приложениях, чтобы улучшить сервис, ну, и так далее. Ну, в общем, сбор информации, здесь и так понятно, что лучше никому свою информацию не передавать, никуда, чтобы она не отправлялась. В общем, история Google Play тоже мы отключаем. Центр управления рекламой. Я думаю, что вы замечаете, что на ваших телефонах и так очень много рекламы, куда бы вы ни зашли, там бывает такое, что элементарно даже заходите на стандартные настройки, и там среди настроек где-то висит какая-то рекламка, или же заходите куда-то в игру, заходите еще куда-то в мессенджеры, вот везде она появляется. В общем, если вы отключите такую настройку, вот я ее у себя отключил, ее станет меньше. Теперь из-за чего можете еще тормозить телефон, ну и вообще бывает такое, что вы пользуетесь, все нормально, и тут раз, начинаются жесткие тормоза, реально, и вы ничего не понимаете, приходится выходить с игры, приходится выходить с приложения, которым вы сейчас на данный момент пользуетесь, ну и перезагружать. Да, это помогает, но это не очень удобно. Ну, конечно же, все еще зависит от того, насколько у вас мощный процессор, но если раньше, допустим, у вас приложение не тормозило, а сейчас тормозит, то уже стоит задуматься. Вот смотрите, что я хотел показать, допустим, если вы заходите на свою безопасность, у вас есть антивирусник, он проверяет все ваши приложения на вирусы, видите, проверила все в порядке. Вот, здесь, если вы зайдете в настройки, здесь написано, что он проверяет перед установкой, что он обновляется автоматически, что ему не нужен рут доступ, обновление системы, ну и так далее. То есть стандартный набор антивирусника, который позволяет проверять любое приложение, ну и вообще всю систему телефона. Это, конечно же, отлично и хорошо. Но, смотрите, вы же понимаете, что антивирусные приложения, они сильно требовательные. Они нагружают как и процессор, как и оперативную память, чтобы это все проверить. Плюс это затрата дополнительного ресурса батареи, вот. А в Google Play Маркете, если вы зайдете, опять же, в свой аккаунт, вот на вот эти настройки, здесь зайдете вот в Play защиту, вы удивитесь, это еще один антивирусник. Вот, смотрите, проверка выполнена 10 минут назад, хотя я абсолютно ничего не нажимал, ничего не проверял. Здесь проверено вот эти 6 приложений и еще 122 приложения, которые установлены. То есть, представьте, у вас, кроме того, что тот антивирусник работает, выполняет то же самое, а вот этот вообще, когда захочет, тогда и запускается. Конечно, его можно и вручную запустить, но вот, бываешь, заходишь сюда, проверка выполнена вот, к примеру, 10 минут назад. А в это время вы, допустим, могли смотреть сейчас какой-то фильм по YouTube, либо играть в какую-то игру. И у вас все начинает лагать и тормозить, потому что система загружена как раз-таки вот этой проверкой. Но вы этого абсолютно не видите в телефоне. Это все делается в скрытом режиме. Плюс, если вы пользуетесь какими-то банковскими приложениями, там еще встроены свои антивирусные приложения, отдельные. В общем, минимум на телефоне 3 антивируса стоит. Я, например, у себя один точно убираю. То есть, если у вас здесь стоит галочка «Помочь улучшить защиту», «Отправлять неизвестное приложение в Google для анализа», отключаем и сканирование отключаем. Когда мы здесь нажимаем «Отключить», у вас попросит свою разблокировку экрана. Ну, например, у меня это отпечаток пальца, я подтверждаю. И вот здесь у меня отключается вот это сканирование. То есть, зачем нам работа одновременно двух антивирусников? Уже телефон станет быстрее работать и в то же время немного меньше будет разряжаться ваша батарея. Потом смотрите еще, что здесь есть. Вот, допустим, когда вы зашли опять же на вот эти настройки, здесь есть управление приложениями и устройством. Вот заходите, дальше находите «Управление» и вот здесь вы видите на данный момент все приложения, которые на данный момент установлены в вашем смартфоне. Но если вы нажмете еще раз на «Установленные», здесь выскакивает вот такой список, нужно нажать на «Неустановленные». И вы реально удивитесь. Вот здесь вы найдете все приложения, которые вы раньше удаляли со своего смартфона. То есть, что имеется в виду? Допустим, вы зашли в Google Play Market, вам интересно стало какое-то приложение, вы, конечно, взяли его и установили. Попробовали, поклацали, не понравилось, взяли, удалили. Ну и так, понятное дело, мы можем делать хоть тысячу раз. Вот, и представьте, сколько вы уже пользуетесь телефоном, там один год, два года, три года. Сколько вы за все это время наустанавливали и наудаляли приложений. И здесь может быть реально бесконечный список. Может быть, у кого-то 300 приложений, у кого-то 500, 700, 1000, ну и тому подобное. Но, вроде бы ничего, да, немного они занимают, конечно же, вашу память устройства. Но самое главное, вот каждое удаленное приложение, оно начинает высылать всякую рекламу, то есть, чтобы вы его заново скачали. Потому что Google Play, он сам реально рекламирует каждое вот это приложение. И, конечно же, это дополнительная нагрузка вообще на весь телефон. В общем, я вот это все выделяю и, конечно же, беру и удаляю. Вот таким образом. Чтобы ваш телефон не тормозил, смотрите, показываю еще одну настройку, которая заходится только через Google Play. Вот, заново заходим. Заходим на свою аватарку и находим справка отзыв. Обычно в самом низу, как знак вопроса. Нажимаете по знаку вопроса, вас перебрасывают вот на такое меню. Оно тоже может быть во всех разное. Поэтому здесь находите поиск по справке. Нажимаете и вот здесь прописываете слово удалить. Вам находит, как удалить приложение с устройства Android. Нажимаем. Дальше находим строчку под названием «Нажмите, чтобы перейти в настройки приложений». Если вы пользуетесь темной темой, нужно будет временно перейти на светлую. Конечно же, попробуйте, но в большинстве случаев пишут, что невозможно зайти, что какая-то ошибка. На светлой теме, то все срабатывает нормально. Вот, я нажал и меня перебрасывают, загружают все свои приложения. Здесь нужно нажать кнопочку «Еще» и показать системные процессы. Вот, мы дождались. Единственный минус, что здесь нет никакого поиска. Смотрите, на телефонах в стандартных настройках тоже есть похожее меню, где вы заходите во все приложения. Но там, к сожалению, вы не увидите те приложения, которые здесь есть. Здесь более обширное меню и немного больше возможностей по удалению, по отключению, по очистке. В общем, здесь немного выше возможности, потому я зашел конкретно таким способом. Здесь вам нужно найти одно из системных приложений, которые отвечают за энергопотребление и производительность вашего телефона. То есть, когда запускаются какие-то приложения, к примеру, вы запустили игру, то чтобы она работала нормально, нужно повысить частоту процессора, потому что приложение занимает больше ресурсов, но происходит все наоборот. Как игра энергозатратная, то есть больше разряжает батарею, телефон наоборот берет и понижает частоту процессора. И в итоге ваша игра, ваше приложение начинает тормозить. Но это, опять же, касается не только игр, а вообще любого приложения, которое у вас установлено. И вот есть ответственность за это приложение. Вот оно называется Joyce. Вам нужно его просто навсего остановить. Вот, почистить хранилище и кэш, если что-то есть, ну, чтобы удалили все ошибки. Я его полностью очищаю. В питание и производительности ставим ограничено. Вот у меня уже ограничено. И вам нужно просто навсего его остановить. Смотрите, перезагружать телефон не нужно. В некоторых случаях после перезагрузки оно снова встает работать. Потому вот выключили и уже, в принципе, можете пробовать заходить куда-то. Вот что раньше у вас лагало тормозило, вообще поклацать телефон. Я думаю, что вы заметите просто огромнейшую разницу в плане производительности, в плане улучшения быстродействия и вообще пользованием вашего телефона.